Хочу вам показать самый простейший способ, как сделать видео в программе InShot. Это вообще не сложно. Заходите в программу, здесь можете сделать видео, фото или каллаж. Выбираем видео, нажимаем на плюсик. И здесь мы можем выбрать видео, фото или все. То есть и видео, и фото будут перемешивать. Я выбираю пока видео. И, например, буду делать одно видео из трех кусочков. К примеру, вот так. Этот, этот и, например, вот этот. То есть буду делать видео из прогулки детей. Вот у нас подгрузилось три видео. Вообще, я рекомендую снимать горизонтальное, потому что горизонтальное видео удобно разместить в ленте Instagram и на YouTube. Конечно, в Stories она не очень удобно ложится, но для Stories можно как бы сделать и вертикальный формат. В данном случае я буду делать, так как у меня вертикальное видео, выбираем вот здесь слева полст, где написано, и подгоняем. Например, я буду делать для Stories, так как видео снято вертикально. Я не очень люблю по краям вот эти вот. Их, конечно, можно размытыми сделать, эти края. Но я не очень люблю. То есть, если, конечно, нет другого варианта, то можно размыть. Я не очень люблю, поэтому я вот подгоняю под размер. И так же делаю с другими кусочками. Тоже нажимаю холст и подгоняю под размер. Нажимаю холст и подгоняю под размер. Вот у меня получилось три видео. Между видео можно сделать переходы, чтобы сделать их более красивыми и более цельными. Здесь между кусочками видео есть вот такая косая линия или карандашик. Не знаю, как лучше. Здесь есть множество различных переходов. Так, можно сделать его длиннее. Вот так вот. Оно так красивее смотрится. И, например, я еще здесь делаю такой же и тоже. А так как здесь просто катается ребенок, то есть я звук уберу. Здесь никакой важной несущей смысл информации нет. Поэтому я звук убираю. Я выбираю видео кусочек. И нахожу вот здесь такой рупор. Объем, который называется. Нажимаю и убираю звук. Со всех трех видео. Далее я еще могу увеличить скорость. Потому что так, на мой взгляд, будет... Ну и, во-первых, видео не будет таким затянутым, потому что скучно смотреть просто, как катается ребенок. Ну и более динамичное будет. Поэтому я во всех трех кусочках вдвое увеличиваю скорость. Ну и как бы в сторис там все равно 15-30 секунд всего. То есть, чтобы видео не затянуто было. Вот у меня получилось вообще на 11 секунд видео. Вот оно будет выглядеть так. И теперь я сюда могу наложить музыку. Здесь можно наложить различные звуковые эффекты. Вот так они выглядят. Звуки животных, звуки птиц, насекомых, стук сердца, детский смех. В общем, много разных есть. Есть рекомендованные вот здесь библиотеки, но они мне не очень нравятся, если честно. Поэтому я предпочитаю свою музыку. Вот, например, вот эту я выбрала и нажимаю на «Используйся». Вот она у меня сюда подгрузилась. Но сама музыка длинная. Мне это не очень нужно. Поэтому я вот нажимаю на вот эту вот, выбираю саму, как сказать, линию музыки, да, и нажимаю на раскол. Вот у меня кусок, который мне не нужен, он отрезался. И нажимаю на ведерко «Удалить». Вот у меня теперь как бы видео идет под музыку. И еще здесь выделяем опять колбаску с музыкой и нажимаем на объем. Ну, здесь нужно выбрать усиление и запускаем. Чтобы у нас какое-то логическое было завершение. И вот у нас получилось видео. Ну, то есть вполне живенько. И мы нажимаем вот на эту галочку, выбираем «Сохранить». И выбираем можно 720, можно 1080. Конечно, самое лучшее качество это 1080, но, в принципе, и 720 тоже неплохо. Я выбираю 1080. И вот у меня пошло сохранение видео, так называемая рендеризация. После того, как оно сохранится, его можно либо нажать галочку и сохранить в галерею, либо отправить на любую соцсеть, которая здесь представлена. В общем, выбор тут большой. Вот, собственно, и все. Спасибо. 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 Продолжение следует...